Ай-яй-яй, вы видели, что вообще происходит? Ё-моё, с ума сойти! До Нового Года остался месяц. И если вы вдруг осознали, что... А, блин, свою цель по английскому языку я не совсем ещё выполнил. Ещё не поздно. Всё хорошо. Перестаньте паниковать. И мы сейчас очень красиво и грациозно с вами разберёмся, как это делать в течение оставшегося времени в этом году. С вами Веня Пагман на канале ГТРИП ТВ. Мы начинаем. Как же за месяц очень классно и заметно прокачать разговор на английский? Правило номер один. Разговор на английский значит нужно говорить. И говорить нужно не только осмысленно, но ещё неосмысленно. Что это значит? Неосмысленное говорение — это когда вы просто произносите слова на английском языке вслух. То есть, эти слова не обязательно должны быть вашими. Поэтому, когда вы что-то читаете, не важно, что это на английском языке, старайтесь сделать это вслух как можно чаще. Просто, чтобы ваш рот привыкал к английскому языку, чтобы ваш мозг привыкал к английскому языку со всех просто сторон, чтобы ваши уши привыкали к вашему личному, собственному английскому языку. Это правило номер один. Это важное правило. Не забывайте его. Правило номер два. И это action. Что такое action? Это какое-то действие. Вам нужно тренировать английский язык в боевых действиях. Не тренировать, а изучать английский язык в action. То есть, ваш английский язык не должен быть как там The Notebook фильм. Или не должен быть как, я не знаю, там любой Адам Сэндлер фильм. Ваш английский язык должен быть как Taken. Как John Wick. Как... Я думаю, вы понимаете аналогию. Что это значит? Когда вы учите новые слова. Например. Например, новые слова. У нас есть видео, например, 20 вопросов. Структуру вопроса, шаблонов для английского языка. Пожалуйста. Вот оно сейчас на подсказке. Можете нажимать. Если вы хотите их все отмастерить, то вы должны это делать как John Wick в action. Берете и активно практикуете. Просто. Когда вы изучаете новую грамматическую конструкцию, то же самое. Вы пришли в магазин покупать новую футболку. Это аналогия того, что вы проходите курс или открыли учебник. Вы увидели футболку, которая вам нравится. А.К.А. начали изучать эту грамматическую конструкцию. Вы взяли ее в примерочную померить. А.К.А. это когда вы делаете вот эти всякие упражнения. Соедини точки, заполни пробелы и бла-бла-бла. Вы берете, покупаете эту футболку, приносите домой. И что вы делаете потом? Вы носите эту новую футболку как можно чаще. Первое время, потому что она новая. И она вам нравится. И в этом нет ничего плохого. Если вы ее стираете, конечно же. Но грамматические структуры лучше, чем футболки, потому что их стирать не нужно. Но носите их тоже как можно чаще первое время, как вот эта вот новая футболка. Вам нужен акшин. Пил-пил-пил, Джан Уик вам нужен. Вам нужна матрица. Окей? Ваш процесс изучения английского языка это не романтическая комедия, это боевик. Один из важных факторов достижения крутых результатов в английском языке это, естественно, грамотная... грамотная... грамотно составленная программа. И я думаю, вы это понимаете. Программа, которая хорошо прямо идет и строится с домашками, заданиями, возможностями практики. Можно даже в паре делать какие-то вещи. Короткие, незагрузные уроки, обратная связь, все такое. И в зависимости от вашего уровня и запроса вы уже знаете, что у нас есть для вас невероятные курсы, такие как Произношение, что важно для всех. И многие другие. И у нас сейчас распродажа, которая, к сожалению, уже заканчивается завтра. И таких низких цен больше не будет. Поэтому не пропусти Черную пятницу. И... Ну, хватит покупать телевизоры, телефоны, наушники. Это, конечно, прикольно и приятно, но английский язык намного приятнее. И английский язык сможет для вас открыть такие двери, что вам, чтобы купить телевизор, скидка больше, возможно, будет не нужна. Подумайте об этом. В общем, вы понимаете, о чем я говорю. Ссылка в описании. Номер два. Это симуляция различных ситуаций. Если вы, даже если вы не живете в англазичной среде, вы тоже можете притворяться. Вы хотя бы можете притворяться, как будто в англазичной среде. И просто берите вашу текущую жизнь и опять-таки, как фильм. У вас есть американский фильм, вы его смотрите с русским дубляжом. Просто берите вашу жизнь на русском языке и делайте на нее английский дубляж. Вы ходите в рестораны, вы ходите к врачу, вы ходите в магазины, вы с друзьями там веселитесь, гуляете, отдыхаете. Вы, я не знаю, чем вы, чем бы вы там не занимались, прокрутите небольшие симуляции этих вещей на английском языке. Когда у вас есть свободное время, вы дома один или одна, чтобы никого рядом с вами не было, потому что это немножко странно. И просто садитесь и бам, все. Вы в ресторане в Нью-Йорке. Что вам нужно, чтобы через эту ситуацию успешно пройти и получить, что вам нужно от этой ситуации. Какие слова вам нужны, какие фразы вам нужны, что вы будете говорить, а что вам будут отвечать, а что будет вообще происходить. И на фоне этого вы можете тоже, так скажем, тестировать себя и свои умения, и также понимать, что вам, чего вам еще не хватает, чтобы жить в вашей обычной, уже текущей, на настоящий момент, жизнью, но на английском языке. Английский язык не должен быть для вас какой-то гипотетической вещью. О, английский язык, жизнь в Америке, да? Нет. Английский язык это часть вашей жизни. Это версия той же самой жизни, которой вы уже живете. Следующее это, вот знаете, если вы знакомы с рэпом, например, или конкретно с батл рэпом, есть такое понятие, как фристайл. Это когда вы просто походу придумываете, показываете заботу, придумываете какие-то рифмы и слова, вы говорите просто три часа и вы вот так вот просто говорите что-то так, что приходит в голову вам наперекосяк. Я думаю, вы поняли. Фристайлинг. Йо, what's up, guys? How are you doing today? I'm great, man. My name is Harry Mack. I'm doing freestyle raps for people out here. Can I do a freestyle for you guys? I've been earning stripes since I was rocking diapers. Yeah, other MCs, they don't understand them. I'm trying to sell more records than Brockhampton. I'm gonna make it known. Так вот, рифмовать не обязательно, но просто пять минут в день. Я об этом говорю очень часто, потому что это действительно действенный способ. Пять минут в день. Ставите таймер, вся на телефоне, перед вами ручка и тетрадки, никаких телефонов, никаких планшетов, никаких iPad'ов, никаких роботов, никаких автокорректов, никаких автопредложений, никаких роботов. Олдскульный способ. Перо и папирус. Просто. Садитесь, пять минут, таймер пошел, пишите, что вам приходит в голову. Free writing. Может быть, о том, как у вас прошел день, может быть, вы там какие-то истории придумываете, неважно что. Это должно быть от балды, из головы, в настоящий момент вы выдумываете, пока вы пишете. Не запланировано. И это помогает вам тренировать ваше умение спонтанно, формирование мыслей в более спонтанном ключе в английском языке. И это то, как раз таки, та же самая мышечная структура, которая вам нужна, чтобы говорить на английском языке. Просто в письме немножко проще, потому что нету вот этого напряжения и стресса, и вот этого вот временного предела в плане «мне нужно ответить прямо сейчас, на меня мой собередник смотрит, я уже молчу 10 секунд, это очень странно». И вот всякое такое. Цель этого упражнения это понять. Не понять, а даже просто поразминать умение формировать ваши мысли на английском языке с уже имеющейся базой. Вы никуда не тянетесь за какими-то новыми словами, которых вы еще не знаете. Не-не-не, это не здесь. Это не здесь. Вы стараетесь построить что-то из того, что у вас уже имеется, из материалов, которые у вас уже есть. Вы не едете в магазин покупать еще чего-то. Не в этот раз. Вы просто, вы стараетесь как можете из того, что у вас уже есть, что-то построить. Следующий шаг, конечно же, теперь мы тянемся. Вы понимаете, из этих вот всех упражнений и ситуаций, чего вам не хватает, и пришло время, конечно же, подучиться, и это делать надо, как я уже сказал, в экшене. Ваш фильм — это боевик. И поэтому учите, что вам нужно. Из этих вот упражнений сразу у вас вылазит миллион потребностей. Никаких-то гипотетических. Мне нужно знать это, потому что Валентина Витальевна мне так сказала. Нет, вам нужно это знать, потому что без этого вы не сможете жить вашей привычной жизнью на английском языке. Лучшей мотивации не найти. И потом вы просто находите эту информацию, учите. У меня есть видео про базовые слова для среднего уровня. Это видео там 520 слов. Я думаю, вам хватит. Это видео идет где-то, ну, почти 3 часа, поэтому включайте там по дороге на учебу, на работу или фоном дома, когда вы там готовите или моете посуду. Я не знаю, кто моет посуду 3 часа, правда, но кто знает, может, у вас много посуды. Следующее. Окружайте себя английским языком в пассивном плане. То есть у вас был боевик, у вас экшен, но также еще параллельно вам нужна какая-то, знаете, вам нужен спокойный концептуальный инди-фильм. Тоже, когда вы сидите и ничего не происходит. И здесь не совсем ничего не происходит, но вы просто смотрите, слушайте что-то на английском языке без какой-либо цели что-то даже выучить или впитать. Вы даже не думайте об этом. Просто смотрите, чтобы смотреть. Убить время. Вам нравится этот сериал, вам нравится это аниме, вам нравится это, вот это, вот это, смотрите на английском языке. И вам не то, чтобы нужно, вам захочется, когда вы встретите незнакомое слово или фразу, поставить на паузу и записать. Сделайте себе заметку в телефоне. Я когда это делаю, например, я сейчас учу другой язык, и когда я что-то смотрю, и мне попадаются фразы или слова, которые я не знаю, я нажимаю на паузу, я либо фотографирую субтитры, либо делаю себе заметку в телефоне на будущее. Но здесь, опять-таки, на будущее. У меня в телефоне есть предел. У меня есть вот эта вот одна заметка для новых слов и фраз, которые я нахожу где-то. И лимит. Это 10 пунктов. Если у меня уже 10 пунктов, то я не имею права, и это мой личный персональный закон, я не имею права добавлять туда. Мне нужно с чем-то разобраться, прежде чем добавить что-то новое. 10 пунктов это лимит. Я призываю вас делать так же. Конечно, 10 пунктов здесь не получится, но у меня есть видео, это 400 фраз за 3 часа. Опять-таки, тоже вы можете там посидеть, послушать или что-то такое, но это не относится больше к этому, это больше относится к каким-то сериалам, видео на ютубе, фильмам и тому подобное. Следующий пункт, очень важный пункт, и я об этом говорю постоянно, и я буду продолжать об этом говорить постоянно, потому что это то, что многие недооценивают, и пора бы уже перестать. И это произношение. Акцентов не бывает хороших или плохих. В целом. Оставьте ваше мнение при себе, потому что я свое мнение личное оставляю при себе тоже. Ну, как концепция в целом объективно, акцентов не бывает хороших или плохих, они просто разные. Но произношение может быть хорошим или плохим, или ужасным, или нетерпимым, или непонятным, или устрашающим, я думаю, вы поняли. И когда вам нравится, как ваш английский язык звучит, и вы испытываете просто чистейший кайф и радость от того, как вы говорите на английском языке, вам хочется говорить больше. Вспомните все ситуации, когда вы находили себя в окружении других, таких же, как вы, студентов английского языка, кто значительно ниже уровнем, чем вы. Прикольное чувство, да? Когда вам казалось, что вы лучше, чем все, и вы говорили намного больше, у вас не было стресса, вам понравилось, как это было. Так вот, произношение – это то, что может позволить вам чувствовать такое постоянно. И я уже вам говорил про мой курс по произношению и парочку других, но я говорю вам еще раз – записывайтесь на мой курс по произношению. Такого вы не найдете. И это важные знания, детальные знания о том, куда поставить язык, в какую форму сделать рот. Stop wasting your talent. You can do it very well. Не просто. Повторяйте за мной и старайтесь повторить как можно точнее. Опираться на слух – этого мы не делаем, потому что опираться на слух – это 50 на 50. The main idea behind all of this is, you don't want the tip of your tongue to be touching your teeth because that's going to make the sound very dull. You don't want to do that. That's very different, right? In English, what you want to do is make sure the tip of your tongue is a little higher up. We call this area the gum ridge. It's basically where your gums and your teeth meet. It's that little threshold where those two meet. So instead of saying tu-tu-tu-tu, you want to bring it a little higher and say tu-tu-tu-tu-tu, and you want that sound of that plate that we were talking about on the drums. Tu-tu-tu-tu-tu. That's what you want to think about. А когда я вам говорю, язык касается верхних зубов под ними, существует только один способ это сделать. 100%. Что лучше, 50% или 100%? Конечно же, 150%, потому что мы это делаем и это, и это вместе. В общем, отличный курс, крайне рекомендую, вы знаете, где ссылка. Ну и, конечно же, регулярность. Неважно, сколько вы часов в день уделяете английскому языку, это абсолютно без разницы. Даже самая плохая тренировка лучше, чем ноль тренировок. Правильно? Правильно. Даже если вам не охота идти в зал, но вы приходите в зал на 15 минуточек, это лучше, чем не идти в зал вообще. С английским языком то же самое. Делайте это регулярно, потому что 15 минут здесь, 15 минут здесь, 15 минут здесь, 15 минут здесь. Это уже час, и это прекрасно. И это действительно прибавляется, и разница действительно будет ощутимая. И когда ваш английский язык это как почистить зубы, сходить в туалет, то действия, о которых вы даже не задумываетесь, а просто делаете, это самое лучшее состояние, которое может быть у вашего английского языка. Поэтому регулярность в этом вам значительно поможет. Ну вот и все, дорогие друзья. Вот как вы можете экстренно улучшить свой английский за месяц до конца года. Поэтому давайте, давайте, делайте это, не забывайте. Как всегда, с вами был Веня Пак, вы на канале LinguaTripTV. И у меня, о, кстати, у меня за вас есть еще одно очень прикольное видео, которое, я уверен, вам очень-очень понравится. Вы можете нажать сейчас вот сюда, чтобы его посмотреть. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, потому что мы выпускаем новые видео каждую неделю для вашего образования, веселья, целей и досуга. Удачи, увидимся в следующий раз. Bye!